Как только позволила погода, коммунальные службы города и подрядчики приступили к масштабной работе по благоустройству городских дорожных магистралей и тротуаров. В этом году снежная капризная зима оставила после себя заметный след – ямы, выбоины, щербины. Все это влияет на безопасность дорожного движения, а значит требует немедленного вмешательства. О том, что уже сделано и сделать предстоит, на какие узкие места будет обращено особое внимание, узнаем от нашего корреспондента Натальи Шестаковой. Состояние дорог после изнурительной, со всеми возможными капризами зимы в этом году значительно хуже, чем в предыдущем. И коммунальники приступили к ликвидации последствий сразу, как только позволила погода. По проезжим частям дорог, по улицам объем больше, чем сделали в прошлом году. И мы эту работу не останавливаем, но ждем подтверждения финансирования, ждем конкретного определения объема финансирования. Сегодня на улицах города работает много техники и специалистов. Им предстоит выполнить большой объем запланированных работ. С наступлением благоприятных погодных условий начался ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Также производится сплошное асфальтирование улиц с применением горячих асфальтобетонных смесей. То есть на данный момент уже выполнены работы по проспекту Желтовского, улице Козубовского, улице Степная. Также производятся работы, как видите, по улице Центральной на данный момент. Ультподрядчик ДСУ-8 также производит сплошное асфальтирование по улице Первомайская. Выполнено сплошное асфальтирование порядка 17 тысяч квадратных метров. Планируется еще порядка 5-6 тысяч квадратных метров на выполнение сплошного асфальтирования. Особое внимание в этом сезоне уделяется заездным карманам остановочных пунктов. Особенно тех, которые находятся в ненадлежащем состоянии, что, соответственно, негативно влияет на безопасность пассажиров и транспорта. На данный момент уже выполнены заездные карманы. Также по проспекту Желтовского планируются работы по улице Центральной и площадь Кирова. На улице Степной, я скажу, выполнено 2 остановочных пункта, по проспекту Желтовского выполнено 3 остановочных пункта, даже 4, извиняюсь. Ну, планируется по Центральной все остановочные пункты, это 5 заездных карманов и карман на площади Кирова. Предстоит выполнить действительно большой объем. Узких мест на дорогах города предостаточно, и поэтому работы ведутся практически в режиме нон-стоп. Техника и люди готовы к напряженному графику работы. Планируем до 1 мая, как бы, на процентов 90 завершить все работы. Благоустраиваются дороги и путем ямочного ремонта. На многих участках магистралей за дело взялся тайфун. Не останутся без внимания пешеходные дорожки. Планируется улица Клары Цеткин, то есть там также планируется сплошное асфальтирование, плюс тротуары с двух сторон по четной и по нечетной стороне. Текущий ямочный ремонт, то есть на этот год финансированием выделено 4,5 тысячи метров квадратных выполнить ямочный ремонт. Ну, на данный момент порядка тысячи квадратных метров уже выполнено. Коллективы участка дорожного строительства и подрядной организации ДСУ-8 работают в тесной связке. Все прекрасно понимают, теперь важно быстрее устранить дорожные проблемы, чтобы пенчанам и транспорту создать безопасные и комфортные условия передвижения. Люди также хочу добавить, работают в двухсменном режиме, то есть два через два график и с учетом выходных дней. То есть, выходных вообще у нас нет, как бы работаем каждый день с 8 до 8 вечера.